Елена Крутова пример стойкости веры и жизнелюбия. Призер паралимпийских игр в Токио и победитель различных соревнований по стрельбе из лука. Елена подает пример своим коллегам и спортсменам. Она тренируется в Химках уже много лет и не представляет свою жизнь без спорта. Конкретно стрельбой из лука я занимаюсь с 2014 года, а спортом, наверное, я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, потому что у мамы было такое правило, что неважно, каким видом спорта вы будете заниматься, почему вы, потому что у меня еще две сестры, но главное, чтобы вы занимались спортом, потому что я родилась в семье, где мама мастер спорта по гимнастике, папа мастер спорта по горным лыжам. В три года Елену поставили на горные лыжи, потом была художественная гимнастика и тяжелая атлетика. Далее неожиданный поворот судьбы и стрельба из лука. Стрельба из лука пришла в мою жизнь неожиданно, очень, потому что я никогда, ну, даже особо не интересовалась и не знала такого вида спорта. В 2014 году женщина, которая проживает в Серпухове, занималась на тот момент она стрельбой из лука, Татьяна Корзубова, подошла мне и сказала, а не хочешь ли ты поехать в Рио-де-Жанейро? Я говорю, конечно, хочу. Что надо? Петь, плясать, быть волонтером? Что? Она сказала, нет спортсменов. Так Елена Крутова узнала, что в 2014 году в Московской области в отделении по стрельбе из лука для людей с поражением опорно-двигательного аппарата шел набор спортсменов. Группу возглавил опытный наставник, заслуженный тренер России Болта Санданов. Он приехал с нами, встретился, наметил план сразу грандиозный, что вот вы начинаете ездить на сборы, соревнования, все. И действительно, начав заниматься в июне, в начале июня 2014 года, в августе, мы уже поехали на чемпионат Европы, где даже неплохо выступили. И уже с 2015 года мы вошли в состав сборной России, взяли квоты в Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро не состоялось, но как бы лук уже затянул очень сильно. Успехи на международной арене пришли к Елене быстро. Ей покорялись буквально все соревнования и чемпионаты. Как и в любом спорте, для результативной стрельбы нужно развивать определенные качества. Спокойствие, уметь сохранять концентрацию всегда, в любой момент. Ну и, конечно, как и в любом виде спорта, ты должен быть физически развит, физически готов, потому что за тренировку делается минимум 100 выстрелов. То есть лук, ну у меня весит лук где-то, в зависимости от грузов, от 3-х 400 до 4-х килограммов, то я считаю, что это только кажется, что легко поднять 4 килограмма минимум 100 раз. Профессиональное занятие стрельбой из лука является основной деятельностью Елены. Постоянные тренировки, сборы и соревнования занимают большую часть времени. Также Елена занимается благотворительными проектами. Сейчас совместно с Паралимпийским комитетом мы ездим, показываем мастер-классы в госпиталях, либо проводятся такие соревнования, как они называются, Кубок защитников отечества по разным регионам, где я представляю вид спорта стрельба и звука, чтобы ребята, которые получили сейчас травмы на СВО, они также знали, что даже после травм существует жизнь и можно найти себя в спорте. Самая большая поддержка Елены – семья, любимый сын и сестры. Дело женщины – хранить дом и очаг. Ну, я с этим могу с одной стороны согласиться, конечно, но сейчас у нас такое время, что, конечно, очаг, дом куда-то должен прийти, это очень хорошо, но все-таки у каждой женщины, наверное, свое предназначение. Кто-то находит это в этом, а кто-то, например, грубо говоря, нести что-то в люди, в общество, строить свою карьеру, развивать, а кто-то это может совмещать. Елена Крутова была лауреатом премии «Возвращение в жизнь» в номинации «Поворот судьбы». Ее поразительный пример доказывает – никакие испытания не могут сломить сильного человека. На вопрос, что такое женское счастье, Елена отвечает с улыбкой. Я женщина свободная, наверное, как все-таки каждая женщина мечтает о любимом, да, как бы о семье, о создании семьи с любимым, но в то же время, например, я не скажу, что я ощущаю себя какой-то несчастной, потому что я прекрасно отдаю себе отчет, что с моим вот этим вот разорванным графиком никто особо ждать меня дома не будет, вот. А сейчас заканчивать свою спортивную карьеру я тоже еще не готова, поэтому мне нравится, для меня счастье – это вот это то, что это не только самая реализация, а то, что вот когда ты можешь помочь кому-то другому, объяснить, привлечь, мне это нравится, я тоже в этом счастлива.